Добрый вечер. Добрый вечер. Иван Леонидович. Меня зовут Евгений Доделев и его зовут Мурзик. Здравствуй, Мурзик. Если за эфир вы придумаете его имя, то он сменит и фамилию, он уже станет не бездомным, а мы найдем ему хозяина, я думаю. Но имя Мурзик. Но Мурзик так пусть остается Мурзик, но мы тогда скажем, что Мурзик это Хлобыстина, как бы залитован Иваном Ивановичем Хлобыстином, то есть сертифицированный Мурзик. Взять ли на себя такую ответственность? Надо брать ответственность. Вы же берете ответственность на себя. Я бы его назвал, не знаю, как бы я его назвал. Я бы, наверное, его назвал, это кот или кошка? Это кот, конечно, раз можно. Я бы его назвал кот. А? Кот. Блюз, как у Гаррика. Блюз? Блюз. Хотя нет, информационная передача, тег, теги, все ищут теги. Тег. Тег. Что-то мне кажется, для кота не очень. Не, не очень, да. Я так чувствую, а Хлобыстина не было кота в детстве. Не было. Не, был кот, но не помню, как его звали. А? Не помню, как его звали. Был кот. У бабушки был. Ну, вы ведь вообще животных как бы совсем с другой стороны видите. Через прицел, вы же охотник там. Ну, не обязательно. У меня дома живет пять кроликов. Пять кроликов? Ужас вообще. Меня дети обманули, развели. Вот эти рассказы. Детей-то больше, чем кроликов. Как начали? Вот удивительно, да, как шестого не докупили еще. И вот обманывали все пять кроликов, говорят, будем кормить, будем убирать. И в итоге кормим мы с Оксанкой, женой, убираем. И две морских свинки у нас. Так что я давно уже через прицел не любовался природой. А свинки, мальчики, девочка? Две девочки. Моня, в честь Монсеррат Кабале, и Бегемотя. Был раньше это Бегемот, а потом выяснилось, что это девка, когда подросла. Это очень смешно. Это вот без шерсти, такой сфинкс, свинья-сфинкс. Мы пришли в зоомагазин, я увидел посреди зеленой аквариума стоит конкретный Бегемот. Только минимизированный, вот такой. Я хохотал, я валялся там на плитах, напугал, по-моему, посетителей. И говорю, надо брать, надо брать. У меня живет Бегемот. Сегодня скандалился, трои воды не налили. А с таким зверинцем вы же за городом, наверное, когда обитаете? Нет. Нет? В городе? В доме, да, в доме около Мкада. Что за дом? Социалка, таунхаус. Социалка для многодетных. Для многодетных, да. Я же многодетный. Ну да, кто-то сомневался. А вот вы как раз упомянули, перед эфиром мы коротко обменялись информацией, что ездили в отпуск. А с кем остаются звери-то все? Или у вас есть прислуга? Нет, у нас друзья приходят, у нас бабушки. Потом дня два-три попросили, у нас соседи хорошие тоже посмотрели. Ну, там, в общем, не такая процедура-то не обременительная. Это менять надо раз в неделю. Но мы мечтаем, когда они передохнут, наконец. Потому что сил никаких нет, дети в них не играют. Если мы играть начнем, значит, мы рехнулись. Единственное, кормежка пустая получается. А в отпуск-то куда ездили? В Испанию. В Испанию, прямо вот как в хом-алон, восьмером со всеми. Да, да. Прямо вот это отдельная, конечно, история жизни многодетного отца. Это синдром Чингизита. Это вот 10 симоданов едет, 6 доехало, уже успех. 6 детей выехало, 5 доехало, уже хорошо. Но они, правда, сами понимают, что мы на этот счет не очень будем напрягаться. И поэтому держатся кучкой всегда. Боясь, что их забудут. Я в одном из интервью слышал такое заявление, что, вообще, говоря, воспитание полностью формирует человечка. Что вот то, что родители заложат, то как бы и будет. Что гены, они второстепенные. Было такое заявление? Слушайте, а в печатной? Ну, все-таки гены-то дадут о себе знать. Предрасположенности биологические, они и есть предрасположенности. Другое дело, что если родители превозмогли эти предрасположенности, то, соответственно, и дети за ними последуют. Ну, я не знаю, там, вкус к чтению. Детям надо где-то насильственно прививать. Это надо объяснять, мотивировать, как мы называем. Что слушать аудиокнигу, смотреть кино и читать книгу, это три разные совершенно формы принятия информации. И только книга, пожалуй, живая книга, дает возможность к совершенствованию, ну, чисто сосудов. Чисто нейролептической сети. Потому что, получая аудиосигнал, ты не задействуешь часть рецепторов. Пока получая видеосигнал, тем более у тебя не задевают. За тебя уже расшифровал кто-то, уже авторская позиция есть. Когда ты читаешь книгу, это сухой информационный знак, который ты расшифровываешь. Это преломляется у тебя на подкорке, которым ты сам подыскаешь обрамление внутри образов, накопленных уже у тебя в сознании. Я не могу не вспомнить историю про то, как ваш папа заставил вас сесть в учебниках русского языка с соусом. И таким образом прививал вам любое впечатление. Ну, удивительно. Я же потом учился на пятерке, вот чтобы не говорили. Ну, неужели это вот не генерировало какой-то неприязни к родителю? То есть, это вы с пониманием... Не, надо было знать моего папу, да. Да, нет, я не знал вашего папу. Героический человек, он довольно взрослый был, он был очень юморной. То есть, он мог сердиться, но было понятно, что когда он сердится, лучше делать, что говорить. Потому что со времен Первой мировой войны он всегда воевал испанские, корейские. И очень любил всякую поножовщину. Он с Радимцевым воевал. Он один из первых... Радимцев один из первых вошел, генерал Радимцев, предположим, в Рейхстаг. И у него была такая установка командная, которая бесконечно подкупает любого уважающегося офицера, что каждый офицер штаба во время военных ведений в боевых действий обязан хотя бы раз в месяц ходить с рядовым составом в штыковую атаку. За что его дико не любили политруки. Они вообще не хотели с ножами ходить в атаку. А вот Радимцеву и моего отцу, с которым мы с Испанией не воевали, вообще вот это было в удовольствие. Такой расслабон. Я понимаю, что любовь под холодным оружием, это значит наследственное. Ну где-то оттуда, да. Папа мне подарил ножик, замечательный, длинный, складной, обычный, там, я не знаю, Золинген. Я его таскал, таскал и лет 28, наверное, потерял. Горько сожалею, потому что, ну, жалко. А он его, в свою очередь, во время взятия Рейхстага, там, через какой-то кабинет рвался с автоматом, и на столе увидел нож с клеймом, там, со свастикой, все дела, жалко очень, что потерял. В Соловье у вас, конечно, такой трешняк с оружием, то есть вот там, там оружие, оно вот не то, что убивает, а то, что создает контекст, украшает. Потрясающее решение. Спасибо. Спасибо, спасибо сценаристу, наверное, и вашу партнеру. Самое главное, что удалось вот донести сверх идею, если об этом говорим, значит, сверх идею фильма. Да, да, причем я считаю, что, на самом деле, ее в большей степени персонифицировал Жижикин, на самом деле, чем главный герой, вот этой неожиданной своей такой вот конвертации. А Жижикин с вами снимается и в вашей новой работе. Расскажите, вы тоже сценарист, исполнитель главной роли, то есть тот же набор, нет? Нет, нет, не исполнитель. Главной роли исполняет Керри Хиро-Юки Тагава, это известный злодей, ябонский злодей голливудский. А его Жижикин как-то подтянул или нет? Вы знаете, нет, он как-то вот сам, я, честно говоря, исходных-то и не очень знаю, потому что на момент, когда я дал сценарий, я уже плотно снимался, интерны меня не выпускают, но это вот прям вот каторга-каторга, и ничего не сделаешь, не слетишь. Вот. Либо какие-то, получается, вот поездки по вечерам, либо я прям выкраивал все, сдавливал время, чтобы этот месяц отдать Оксанке, чтобы не развелась, чтобы детей на море сводить. И в итоге я подготовительным процессом не очень занимался. Но у меня хороший коллектив, спутники, кинотусовка, вот наша кинокомпания, тусовка нельзя назвать, потому что уже проживут, и слишком многое вместе сделано, рискованно сколько, и как-то возник вот сам по себе образ. Почему-то мы были уверены, что мы всех подберем. Даже Мамонов, он вообще очень редко соглашается сниматься, согласился, ему понравился сценарий. А кого он там играет? Он играет, там все потерянные немного люди. Коротко так, я фабулу знаю, но вот для Мурзика так вот, в двух словах. Ну, для Мурзика так, что жил взрослый человек, православный священник, но японец. Это вообще каноническая традиция, она это сестринская церковь. Я однажды в Благовещенском соборе, как возник сюжет, стою, молюсь, и смотрю, там среди архиереев, а это был кафедральный храм, появляется японец. Я удивился, ну, для меня дикоин, может, бурят, еще кто-то. Нет, говорит, японец. Тогда я этот прецедент не знал канонический, что японские священники, если знают русский язык... Ну, во-первых, там, епископов японских здесь руководят, ставят, это называется. Но канонически можно представить себе ситуацию, что японский священник, знающий русский язык, служит здесь, а русский священник, знающий японский язык, служит там, потому что вот это одно тело церкви. И я подумал, что имеет смысл это в некую комбинацию сюжетную, чтобы зритель не скучал, чтобы можно было проще донести сверхидею, разрозненности, такой общественной разрозненности нашего свойственного каждому человеку в той иной степени одиночеству, способности, что собирает, что тебя совершенствует, и победа человеческого духа. Потому что и в боевых искусствах, и в духовном искусстве... Вы ушли от фабулы? Да, фабула. Да, ну что там происходит? Очень просто. История какая? Старик-священник в Японии, вывел передние зумы, сыну главы одностороннего клана Якудзы, потому что тут обижал девочку-продавщицу. Православную, надеюсь? Нет, нет, я просто магазин за хлебушком приехал на велике, а тут обижают, он каратист, когда-то он был чемпионом Японии. Ну, естественно, да. Ну, там, ну, естественно, подложка, да. Кстати, сказать, Тагава тоже хорошо, он в свое время, 74-й, по-моему, год, когда федерация Киркушина разделялась, он представлял Калифорнию. То есть там не все про, у нас получается и судебные совпадения по кино. У нас в фильме есть придуманный эпизод, где колокол, который они все ставили, на деньги на последние купили, валится во время штурма бандитов в церкви, где вся деревня оттуда отстреливается. Но это уже происходит в России. Да, да, да. То есть он из Японии эмигрировал в Россию? Получилось так, у него были неприятности в Японии. Секудзи, да. Его начальник, которого игра, должен играть, по идее, я вот сейчас пою загадывать, Такеш Кита всегда сорвался, может пойти знать, чтобы не опозориться. Архиерей японский договаривается и со своим другом, ярославским архиереем, они вдвоем на рыбалку ездят довольно часто, то туда, то туда. Что они прячут далеко, в глубинке, пока мафия между собой не разберется. Такая программа по защите свидетельствия. Вот, пока не разберется. Он едет в глубинку в то время, а у него брат, младший его брат, возглавляет другой клан Якудза. Более того, в свое время вот этого священника, да. И брат говорит, что тебя надо спрятать, пока вот иначе тут много неприятностей. И он уезжает, причем он во внутреннем таком потрясении, он зло сотворил, все-таки. То есть из-за него там погибли люди в дальнейших же разборках, и он себя простить не может. И у него есть такой недостаток, который он хочет преодолеть, как настоящий каратист. Ярость. Последний шаг к победе, это вот обретение сихиоп, тишины, покоя, кито, что они называют. Ну, по-разному, в разных культурах, ярость тому препятствия. Она лишает сознания разума, ну, лишает разума, не дает тебе контролировать полностью, нет контроля полного. Как в духовном твоем искусстве, предположим. И он параллельно находит себя, помогает окружающим людям, милым людям со своей историей. Внешне, в общем, негазистым, странненьким. Но потом, когда раскручивается история, ты понимаешь, что каждый из них достоин счастья. Там, что бывший хоккеист пьющий, который вот с молодой женой живет, детей нет, а его вот не пристроен, еще поломанный, судьбы биографии не будет. Что бывший военный, у которого разочарование после того, как армия наша во что попало превратилась, он ушел в отставку, везде, где могли, предали. Ну, вот военные поймут, о чем речь идет. Что, значит, охотник, тоже вот кого Мамонов играет, замкнут от всего. Бывший ученый замкнулся вот в себе. И помаленьку они из глубин сердца своего, из потаенных комнат души, выходят на призыв вот этого вроде бы вот странного в ситуации ярославской глубинки человека. А он по-своему видит, что люди, он себя простить не может, но при этом у него уже есть ответственность. И эта ответственность его вот переформирует. Я играю, естественно, последнего негодяя. То есть я, у нас такой коллектив был, что я просто не решился кому-то из них отдать такую отвратительную роль. Я вот такой уже вопрос задам, какой мне Михалков задавал, Никите. Почему вот вы выбираете для себя часто роли вот действительно таких подендоватых людей, зная, что в массе своей зритель часто отождествляет исполнителя с образом, вот что может сподвигнуть? У вас же была свобода выбора, вы могли себе достаточно героическую какую-нибудь прописать, персонажа, там, ну или такого, скажем, амбивалентного, как там Соловье. Ну да, да, да. А здесь вы говорите, вы играете прямо мерзавца какого-то. Ну, такой задачи, как Соловье, не было. Все-таки за Соловье такой самодостаточный проект своей эстетики. И это же кино более традиционно, это русское кино, вот со всем драматургическим базисом и гимором. Да, ну вот вопрос, да, вот почему? Вам нравится играть вот таких вот? Я не думаю, что есть законы. Я думаю, даже если Михалков ответил, что ему нравится или что-то конкретное, сказал, он частью лукавил, потому что напрямую ответить нельзя. Иной раз вот в данной ситуации просто ну не отдашь никому. Я звал Михалкова на эту роль, честно говоря. Да? Да. Вот я звал, он пошел тоже не пошел от того, что занят. А он бы пошел, ему сценарий понравился, потому что у нас хорошее отношение с ним. Он милый человек, там много историй нас связывает. Ну вот, компания хорошая, здесь гарантия, что не опозоришься точно. В других проектах-то негодяи, либо предлагают, но сам себе не знаю. Вот нет никакого закона. Ясно. Хорошо, съемки будут и в Японии тоже, я правильно понимаю? Сейчас выйдет группа. Вы тоже поедете? Нет. В Японию? А то есть только те, кто, собственно, участвует? Кто участвует, да. Надо экономить. Потому что все-таки мы на свои, да. Вот чай вот сегодня... Вот надо экономить вашу, эта тема или этот мотив. Я здесь, кстати, сразу по аналогии с Михалковым вспомнил, что Форбс сказал, что вы самый богатый кинематографист в стране после Михалкова и Федора Бондарчука на третьем месте. Что вы там весь из себя... Это чушь. Вообще это диковинная штука, да. Потому что мне звонит барышня, она в прошлом году звонила, она говорит, есть журнал Форбс. Да. Какие доходы у вас... Я говорю, я, честно говоря, вот честно не знаю. Не, я могу посмотреть по карточке, сходить, это выписка со счета, но она же не показывает все, а там же и ПЭТ и Кучка. Ну, кто бизнесом занимается, понимает, что вот те доходы, которые это, это вот все из компании в компанию, и вообще можно и большую цифру было назвать, и меньшую можно назвать. В том году я отказался, они как-то вот надо тоже выяснить, это законно или нет, пролезли через налоговую и выяснили, что оборот был такой-то, столько-то миллионов. Он был такой, но он был как ИП, и эта компания, это много людей, это вот каша. То есть это не так, что я имею что-то. Я очень бы хотел вот что-то иметь, у меня много друзей, есть с кем делиться, вообще рефлексировать не буду. Но вот справедливости ради, чтобы правильно понимали люди, что на самом деле. А в этом году она позвонила, я понял, что говори, не говори, все равно она, я чтобы девчонку не мучить, говорю, ну вот так вот. Она и написала так. Это взорвало интернет, просто потому что вот, ну когда вот Никита Сергеевич Михалков, у нас самый богатый кинематографист, это вообще вопросов не вызывает. А когда вдруг Вахлавыстин вот в этом имидже, в своем. Не на третьем, на втором. Меня уже Оксанка ругала, он говорит, ты дурак что ли? На втором все-таки Федя был. Не-не-не, не-не-не. Я помню, что Куценко на четвертом, ну ладно, проехали. Но они того, в принципе, по большому счету, при их возможностях и при их трудоспособности, касаемо Гош Куценко, он дико работоспособный человек, он постоянно передвигается. Иллюзия думать, что он где-то на курортах с коктейлями. Я его знаю хорошо, он трудоголик, Федя такой же. То есть его представить, чтобы он сидел на месте невозможно. Он либо спортом занимается, ну, ее маньяк, да. Ну, мы примерно так одногодки, мы из одного поколения. Понятно. И еще, опять же, из интернетов информация о том, что вы собираетесь вернуться к священнослужению. Я очень рассчитываю на это. То есть это действительно, да? То есть вы собираетесь снять фильм или это будут параллельные процессы? Мы посмотрим. Нет, фильм-то с фильмом, вот и Ирии Сан отдельно пройдет. Есть еще проект, по которому я должен отработать по методу Фрейда и отдать долги интернам. Потому что, ну, все-таки такой прием, это дорогого стоит. И за 4 года, при том, что я с каждым вторым здороваюсь на улице и делаю это сердечно, потому что иначе смысла нет. Мне ни разу там никто не нахамил. Да, очень хорошая аудитория. Я, ну, восхищен просто. У меня чувство недостоинства по отношению к этим людям. Я приехал на большую разницу. Ну, представьте, Одесса, оперный театр. Этими итальянцами, знаменитыми построенных. Три таких здания, четыре. Великолепная акустика. Причем маньяки, вот эти маньяки, фактеры, они дают тебе подключиться. Ничего, аккуратненько здесь не побейте. А очень любят. Они очень берегут свой город, они знают его историю. Тем более, вот театр «Жемчужина». Я вышел поздравлять, ну, кому-то вручать, я был в жюри. И Боярский был, замечательный человек, кстати. Приз. Я к залу обращаюсь, говорю, у меня мечта есть. Можно я вот ехать? Я понимаю, что я никогда не спою вот так, как у Тесов. И нет иллюзий. Ну, вот у меня детская мечта спеть на сцене Одесского оперного театра «У Чёрного моря». Понятно, что конфуз будет, что, ну, простите заранее, можно, да, можно. И я так, есть город, который я вижу вас, если бы... И на припев «У Чёрного моря», зал встает у моря, это дико умилительно. Вот ради этого рок-н-ролл. У меня вот по уровню эмоции, пожалуй, в Испании. Мы первый раз приехали, мы не знали, что там во всех ресторанах лежат эти. Мы скромный город, на самом деле, выбрали, потому что рядом православная церковь. Мы всегда так ездим. Где церковь есть, это как подпитка для нас. Без этого довольно сложно. В Испании такой город. А это, значит, Кальп город, Бенедорм, там рядом, и Аликанте. Они вот три города, русские, сложились и сделали храм. И туда ездят довольно так нарядно со стороны смотреть. Всяк у меня гордыня, чтобы машин много наши приехали, класс. А сам Хуан Карлос II, вот король, по рекомендации Ростроповича, позволил на этой земле, потому что они так ревностно относятся. И мы первый день приехали, пошли в ресторан сразу. Ну, набережную посмотреть. Ну, в ночь приехали, а утром пошли посмотреть, что да как. Прямо всем семейством, да? Да. А вы же еще, наверное, какую-нибудь няню с собой берете? Прямо управляетесь? У нас автономия, да. У нас саморегулирующая система. Фильм «Чужие видели», это о нас. Это просто они в будущем, а мы еще вот, это наши потомки далекие. И мы пришли, в каждом ресторане по-русски есть меню. И только в одном нет, но мы не знали об этом. А он самая надежная, ой, самая такая благовидная, белая, вынесенная веранда. Я набрал, как обычно, русские стесняли, мы же все конфузливые. И вот давайте все, потом чем отравимся, посмотрим. Значит, все мы, там, раки, все, ну, что принесли, мы поели. И подходит ко мне джельтмен, такой испанец, коренастый, кряжистый, ну, испанец, короче говоря. Он говорит, это президент. Я говорю, нет, это не может быть президент, потому что это дорого, мне неудобно. Я знал, на что шел, я многодетный отец, я рассчитываю, горбачу себя недаром. Мне перед семьей будет неудобно, что халява. Он говорит, нет, это президент. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я смотрю интернет. Я говорю, да ладно, с субтитрами? Он говорит, нет, так смотрю. Я говорю, ну, а как это так может быть? Он говорит, ну, не знаю, у нас, говорит, вот есть канал, который переводит контент, там, в Германии снимается передача какая-то популярная. Ее могут перевести на испанский. То есть они создают единое культурное пространство. Я так выяснил из разговора, что он глазом зацепился. Русская жена его товарища смотрел и выцепил для себя, он еще по-испански. В итоге мы с ним похохотали. Действительно, я захалявился. На следующий день я выхожу, оделся вообще белые, я прям, ну, Испания. Хоть раз в жизни надо купленные, сто лет назад белые штаны одеть, бендера вспомнить. Детей оставил, думаю, вызвоню их, и уже назад нельзя будет идти, и в горы их поведу. Мы всегда форс-мажорные любим такие. Прихожу туда, а у меня еще, у меня шляпа никогда не шла. Ну, она была куплена по дороге, белые шляпы. Я, в общем, белые перламутры, белые щетки. Приятного было, чтобы моим соотечественникам было приятно посмотреть на свои гости. Погодиться, да. Наш идет. И белые тапки их на веревочной основе. Прихожу туда, слушаю, сажусь кофе пить, беру воду, играет Ля Кула. А это их вот альтернативный, типа Том Вейс, типа нашего Мамонова. Я говорю, так, beautiful music. Преста или как там это, сеньор Карлос. Он говорит, ну, он говорит, олдскул. А хочешь твою, говорит, музыку? А у меня айфон с собой. Я говорю, хочу, а что халява. А у него подключать к этому джет 3.3.5, а у меня хор кубанских казаков, боже, царя храни. И у меня дикое дежавю. А там, интересно, стоит полицейский гомосексуального вида, весь в этих, как прям, вот, каждая мышца у него отдельной гантелькой выкачана. Значит, и он так на велике полуоблаке. Они все красивые очень, там эти, значит, бельгийская семья. Она вошла и вот в такой ситуации скандинавской позиции. То есть, вот, они присаживаются, значит. Официант, кто-то идет с длинным подносом, кто-то там несет графины. И хор, он, боже, царя. И меня дикое озорство обуяло. Почему-то я вспомнил, у меня дежавю с этим «Неуловимый мститель», где Боба Косторский. И солнце так же бьет на эти столы. Я встаю, беру шляпы, прижимаю к сердцу. Он, Карлос, тоже приосанился. Потому что они реально монархисты. То есть, им очень нравится, что у них есть король, что они могут петь, что за его здравие могут выпивать, что могут гимн. Они очень уважительно к этому относятся. Значит, а поскольку он начальник и главный командир, там, сеньор, этот застыл с подносом, этот застыл за графинами, а бельгийская семья застылась в скандинавском. То есть, не поймет, садится или вставать. И полицейский вот этот, который для каждой мышцы, у него отдельная гантелька, он встал и что-то подобие вот, и это был триумф. Там на пол пляжа города Кальпы солнце лупасит, и боже, он потом меня сказал, ну как, я говорю, Карлос, это рок-н-ролл, олд-скул, вообще рок-н-ролл. Бери, что хочешь. Валерий Иванович, я просто как кино посмотрел сейчас. Отлично, отлично просто. Надеюсь, что то, что вы сейчас снимаете, будет не хуже, чем то, что вы сейчас показали. Огромное вам спасибо, приходите еще, когда уже будет ясно, просто после ипочек съемок. Хорошо, ладненько. Приходите, расскажите. Ладненько.